Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасев и сегодня в нашей рубрике Библиотека Боевых Искусств я хочу познакомить вас с одним очень интересным изданием. Это книга Дзюдо «Система и борьба». Вот она у меня в руках. Книга выпущена в 2006 году и хочется особо сказать, кто авторы этого издания. Это общая редакция книги Шулика Юрий Александрович, заведующий кафедрой теории и методики спортивной борьбы, доктор педагогических наук. Коблев Якуб Комбалетович, бывший ректор Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета, доктор педагогических наук. А также в написании книги приняли участие Невзоров Владимир Михайлович, мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по дзюдо. И Схаляха Юсуф Мезбечевич, доцент кафедры теории и методики спортивной борьбы. Вот такая книга. Чем она интересна будет для тех, кто занимается дзюдо, занимается боевыми искусствами различными, тем, кто преподает или только изучает в университете это искусство, быть тренером. Ну, во-первых, хочется отметить, что книга, она, конечно, не новая, как я сказал, она выпущена в 2006 году. Сегодня, конечно, уже некоторые авторы этой книги уже не живы, но в то же время она имеет очень большой, значительный, так сказать, ну, то есть эта книга очень значительно в информационном пространстве книг, литературе по боевым искусствам и, в частности, по дзюдо. Хочется отметить, что книга очень хорошо сделана, она очень, как вы видите, очень объемная, это порядка 800 страниц. Книга имеет 6, 6 частей, разделена на 6 частей, и я сейчас ознакомлю вас с этими частями, с небольшое оглобление, значит, каждая часть как называется, чтобы у вас было представление о том, что вы можете узнать из этой книги. Часть первая – дзюдо, как часть системы физического воспитания и профессиональной подготовки. Часть вторая – теоретические основы техники дзюдо. Часть третья – дзюдо, как система упражнений боевого искусства и физического воспитания, физическом совершенствовании и профессионально-прикладной физической подготовки. Часть четвертая – методология овладения техникой и тактикой борьбы дзюдо. Часть пятая – методология многолетней функциональной подготовки дзюдо. И часть шестая – организационно-методические мероприятия в системе дзюдо. Книга, помимо текстовой информации, имеет очень много таблиц и схем, а также очень много рисунков, которые показаны, как выполняется тайльная техника дзюдо. Вот вы можете здесь видеть. И много очень таблиц, схем и различной информации, касаемой как изучения техник дзюдо, так и методов преподавания. Хочется также озвучить немножко… В начале книги есть предисловие. Эта книга моя, поэтому здесь есть некоторые пометки, которые я хочу озвучить для того, чтобы у людей, кто смотрит это видео, у преподавателей, у молодых студентов, было понимание еще больше, о чем эта книга. Настоящий учебник посвящен не виду спорта, а своеобразной системе физического воспитания в общей системе физической культуры. Я думаю, что здесь вот это очень важное начало, чтобы мы понимали, о чем этот учебник и вообще о чем говорится здесь речь. Общепринятое мнение о том, что физическая культура и спорт – понятие по назначению и содержанию разные, приносит определенный вред и отдельному человеку, и в обществе, и обществу в целом. В определенный вид спортивной борьбы дети идут для того, чтобы научиться бороться и обязательно достичь высоких спортивных результатов. Но первой весовой категории может быть только один, а претендентов много. С первых квалификационных соревнований перед большинством учащихся возникает проблема несоответствия возможностей уровню притязаний. Многие ребята бросают занятия и идут по более легкому, по неверному пути, в процессе которого можно более легко, в кавычках, выразить себя. Например, поддаться какие-нибудь другие, не совсем социальные, так называемые асоциальные направления. И вот то, что я выделил, и на мой взгляд очень важно, в системе дзюдо учитывается фактор невозможности быть первым, и поэтому его девизом является процесс овладения интересными и полезными для жизни двигательными умениями, навыками для формирования здорового тела и духа. Процесс этот длительный, и не обязательно всем занимать призовые места, даже не обязательно участвовать в соревнованиях с противоборствующим режимом. Необходимо только регулярно посещать занятия, периодически демонстрировать способность показать изученный двигательный материал. Вот такая интересная книга, я даже сказал, это не то, что книга, то есть это даже не я сказал, а вот здесь написано, что это учебник для сдюшор, спортивных факультетов, педагогических институтов, техникумов, физической культуры и училищ Олимпийского резерва. Эта книга допущена Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Вот такая книга, учебник. Еще раз давайте я напомню, что под общей редакцией этот учебник выпущен доктор педагогических наук Юрия Шулики и доктор педагогических наук Якуба Коблева, а также в соавторстве с Невзором Владимиром, олимпийским чемпионом под дзюдо, и с Халяха Юсуфом, доцентром кафедры теории и точки спортивной борьбы Адыгейского Кубанского государственного университета. Ну, по крайней мере, на тот момент эти люди занимали такие должности. Так что я рекомендую эту книгу для тех, кто изучает, для тех, кто практикует боевые искусства, в частности дзюдо, я думаю, что ее можно еще найти на прилавках, возможно, есть переиздание этой книги, так что ищите ее в интернете, приобретайте, и она займет достаточно ценное место в вашей библиотеке боевых искусств. Изучайте боевые искусства, изучайте дзюдо, не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте свои способности. С вами был Роман Карасьев, и вы смотрели рубрику «Библиотека боевых искусств» на видеоканале «Планета дзюдо». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин